Не успел Следственный комитет представить отчёт о причинах гибели шестерых человек в Борисове, как поступила информация из Столбцовского района. Там в понедельник с диагнозом отравления угарным газом были госпитализированы молодая мама и её полуторагодовалый малыш. Но это ещё не всё. В пятницу в пищеблоке одного из кафе в Слуцке были найдены тела двух сотрудниц. Женщины готовили пищу и, по-видимому, также отравились угарным газом. Во всяком случае, среди прочих рассматривается и такая версия. На первый взгляд, это частные случаи. Трагедия конкретного человека и конкретной семьи. Но когда отравление угарным газом происходит трижды за неполные две недели, впору задуматься о системности проблемы и системно же приступать к её решению. Справедливости ради нужно признать, что специалисты отреагировали быстро. В этом убедился мой коллега Дмитрий Семченко, который в эти дни сопровождал работников газовой службы. Очередная трагедия молниеносно шокировала Слуцк, а затем взбудоражила и всю страну. Накануне вечером в этом кафе за большим столом выпускники должны были вспоминать свои школьные годы. Но вместо весёлого банкета будут похороны. Две женщины, которые готовили еду к празднику, умерли прямо возле кухонной плиты. Родные и близкие до сих пор не могут поверить в эту страшную весть. Лена в 44-м, а Таня квартиру кооперативную только построила, неделю назад перешла. Лена две девочки, что они поладованы. Жалко, конечно, что так получилось. Жалко их. Я ж не верю, потому что вчера вместе гуляли, а вчера уже их нет. Погибших нашла парикмахер из соседнего салона. Она уверяет, что из кафе шёл белый дым. Однако предварительная версия гибели – отравление угарным газом. И хотя он бесцветный, дым мог образоваться от сгоревшей еды уже после смерти женщин. К тому же трагедии в Борисове и Слуцке объединяет газовая колонка. Семье Кожура газовая колонка досталась наследство от бабушки вместе с квартирой. Когда делали ремонт, старый водонагреватель заменили на современный и спокойно пользовались, пока не увидели по телевизору страшную новость из Борисова. Начали перекрывать газ. На ночь. Родители очень переживали, звонили постоянно. Несколько ночей почти не смыкали глаз, боясь не проснуться. Поэтому газовщиков встречали как дорогих гостей. Газовая оборудование проверяем. Специалисты по всей стране внепланово проверяют трубы на утечку газа. Исправность колонок, работу вытяжек. Всего в Беларуси установлено более 200 тысяч водонагревателей, которые работают на газе. Чувствительные приборы специалистов фиксируют малейшие отклонения от нормы. Проверяем на утечке, на герметичность все соединения. Вот, видите, пляшет сразу, начинает. Тройка, четверка. Несправные детали меняют, параллельно напоминая жильцам, как правильно пользоваться колонкой. При включении газовой колонки надо проверить тягу. Тягу у вас исправно проверили. Безликие дети советской архитектуры 50-х, 60-х годов прошлого века не отличались и совершенством инженерных коммуникаций. Квартиры подавали только холодную воду, которую жильцы грели газовыми колонками. С тех пор в этих домах успели вырасти несколько поколений. Глазницы окон засияли современными стеклопакетами. Вот только воду здесь греют по-старому. Сам по себе природный газ не так страшен. В него добавляют специальные вещества, чтобы люди могли почувствовать запах. И при утечке открыть окна и позвонить по телефону 104. Гораздо опаснее угарный газ. Казалось бы, безобидный ремонт может привести к трагедии. Часто жильцы перекрывают вентиляционные каналы кухонь вытяжками от газовых плит. Так было и в квартире семьи из Толбцовского района, едва не погибшей в понедельник. Из-за перекрытой вентиляции в помещении затрудняется воздухообмен. А если при этом еще и практически герметично закрыты окна, природный газ не может сгореть полностью. А значит, жди беды. При полном сгорании выделяется только углекислогаз и вода. А при неполном сгорании, когда не хватает кислорода, выделяется угарный газ и сажа. Так как угарный газ с собой заполняет все помещение, люди, он без запаха, без вкуса, без света, люди его не замечают и просто засыпают и умирают. Судя по всему, именно по такому сценарию развивалась трагедия в Борисове и Слуцке. В момент, когда наступила смерть, люди занимались своими делами. Смотрели телевизор, готовили, сидели за компьютером и, вероятно, даже не поняли, что произошло. Их убил ЦО – угарный газ. Это основная версия следователей. Проверены все трубопроводы, которые подводят газ к этому дому, а также всю разводку по дому. Изъяты все газовые колонки, которые находятся в этом подъезде. И они в настоящий момент проходят техническое осветительство. Один из главных вопросов, на который предстоит ответить экспертом, была ли исправна в этих колонках автоматика безопасности. Дело в том, что в каждом газовом водонагревателе стоит специальный датчик, который сразу отключает подачу газа, если вытяжка плохо работает. Постоянные отключения горячей воды, разумеется, раздражают жильцов. Но зачастую, вместо того, чтобы проверить дымоход, они вызывают доморощенных мастеров, которые попросту ломают датчик тяги. Колонка сразу начинает работать без перебоев. Но следующим гостем в этой квартире может быть госпожа смерть. Дмитрий Семченко, Александр Сумар, Контуры. На месте трагедии продолжают работу специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. И знаете, сам факт того, что они не спешат с объявлением причин, что внимательно отрабатывают каждую версию, свидетельствует об их ответственности и профессионализме.